Здравствуйте! В эфире новости я, Константин Меркушев. 10 августа в здании администрации города Кумертау прошло 64-е заседание Совета городского округа. На повестке дня 64-го заседания стояло 8 вопросов. Заседание проходило с участием общественности города. В большом зале собрались депутаты, руководители предприятий, организации и учреждений, а также средства массовой информации. По первому вопросу докладывал первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Вопрос касался развития производства продуктов питания в городском округе. Из доклада Ирины Александровны можно сказать, что объем производства с каждым годом растет. А с открытием маслоэкстракционного завода в городе Кумертау уменьшится безработица в городе. На заводе будет создано 520 новых рабочих мест. Еще один важный вопрос касающийся подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Из бюджета Республики Башкортостан подготовка образовательных организаций к новому учебному году направлена 4 миллиона 900 тысяч рублей. Из муниципального бюджета 12 миллионов 737 тысяч 600 рублей. Смертная документация для проведения аукционов по капитальному ремонту прошла экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре ценнообразования строительства и промышленности строительных материалов по Республике Башкортостан в городе Уфа. По словам Марины Владимировны, подготовка образовательных организаций идет согласно плану. Также были внесены изменения в бюджет городского округа. За счет остатков средств будет реконструироваться лыжероллерная трасса. Реконструкция нашей лыжероллерной трассы позволит нам, нашим спортсменам, тренироваться в зимний сезон. Положительное заключение, достоверность и определение смертной стоимости имеется. Это было крайнее заседание Совета городского округа третьего созыва. В конце глава администрации города Борис Беляев поблагодарил за проделанную работу депутатский корпус. Система теплоснабжения – одна из самых сложных инженерных систем, так как в целом основная нагрузка ложится именно на общегородскую систему. В процессе эксплуатации теплосети изнашиваются и прорываются. Эти последствия устраняются в результате текущего ремонта. Часто большая изношенность труб требует проведения капитального ремонта теплотрассы. Основное количество теплотрасс было проложено в 70-80-е годы. На сегодняшний день износ большей их части намного превысил допустимые нормы. Участились утечки, аварии, а также массовое отключение снабжения теплом жилых зданий, больниц и школ. Поэтому необходимость реконструкции или замены теплотрасс очевидна. В нашем городе плановые работы ведутся по улицам 60 лет Байс СССР и Пушкина и пересечению улиц на Худайбердина. Производится монтаж теплотрассы горячего водоснабжения. Будут вести с работы с завтрашнего дня уже улица Салавата, подводка на Салавата 6. Там изоляция тоже, пенополитановая изоляция, полиэтиленовые оболочки. Ну, там порядка диаметром 89-й, порядка 70-ти метров трубы. Ну и будет продолжаться капитальный ремонт. Согласно плану, у нас 4,5 километра замены тепловых сетей. Капитальный ремонт представляет собой частичное восстановление изношенных труб или полную замену всего участка, изоляционных материалов, ремонта регуляторов, насосов, устройств защиты от электрической коррозии, а также устранение различных видов перекосов. Для того, чтобы выполнить начатый ремонт в сроке, специалистам приходится работать в любые погодные условия. АПУ кладем. Как еще, можно сказать, тяжеловато, но приходится делать. Ремонт теплотрасс подразумевает необходимость земельных работ. Это не только большие траншеи, затрудняющие пешеходное и транспортное движение, но также выхлопные газы от используемой техники, шум и грохот, а в некоторых случаях разлом асфальта и выкорчевывание деревьев. Несмотря на все эти проблемы, жители города с пониманием относятся к необходимости проведения планового ремонта. Ну, неудобства, конечно, есть определенные. Что уж там говорить, дорога перекрыта. Но это, опять же, все делается для нашего блага, потому что мы знаем, что эти неудобства, они временные, они пройдут, но зато зимой мы будем жить в тепле и комфортнее. На данное время ремонтные службы полностью обеспечены необходимым материалом для выполнения плановых работ. Завершить капитальный ремонт планируется до 15 сентября. На текущей неделе город продолжает гуляние по случаю праздник двора. Взрослые дети смогли поучаствовать в различных конкурсах, развлекательных играх, обсудить проблемы и поговорить о будущем. Подробности в нашем следующем репортаже. ПЕСНЯ Выглянуло солнышко из-за серых туч, Золотистым зернышком прыгнул первый луч. Качет по полям, с неба пополам, Песенку веселую напевает нам. Качет по полям, с неба пополам, Песенку веселую напевает нам. ПЕСНЯ 9 августа в парке коммунальников состоялся очередной праздник территории. Почетным гостем мероприятия стал глава администрации Борис Беляев. Праздник двора, праздник села и территории города Кумертау уже третий год объединяют наших жителей и радуют всех нас. Наш микрорайон Восточный – это стремительно развивающаяся часть города. За минувший год здесь появились новые жилые дома. Получили квартиры дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. До начала концерта любой желающий мог воспользоваться услугами специалиста городской больницы и пройти обследование на передвижном флюорографе. Юных гостей праздника ждали спортивные и творческие площадки, а веселые корабейники одаривали всех, кто показывал таланты и умения. Пел песню, рассказывал стих. Наша Таня громко плачет, уронила в речек мячик. Тише, Танечка, не плачь, не удунет в речке мяч. Макару в карман комарик попал, комару Макару в кармане пропал. Проезда сорока бару протрещала, в кармане у Макара корова пропала. Какой праздник без торжественного концерта? В течение концертной программы выступали творческие коллективы города, а ведущие рассказывали о микрорайоне Восточный. Его история, образование и развитие о легендарном предприятии «Башкируголь», некогда располагавшейся здесь, о предприятиях, функционирующих в настоящее время. Также зрители сами поделили своим багажом знаний, впечатлениями и в чем смысл праздника. На этом месте, по-моему, были огороды. Вот я знаю, немножко правее от меня были огороды здесь были. Может быть, бараки. Ну, бараки были ниже, по-моему, вот с левой стороны от меня. То есть изменения большие? Очень большие. Это радует? Ну, конечно, он радует. Меня очень радует. Почему бы нет? И город вроде растет. И здесь вот. Я раньше жил вот в этом доме вот. Ну, как раньше, лет 10 уже. Вот выходишь с подъезда, и здесь как пустырь какой-то был. А сейчас выходишь, и вот новые дома построили здесь. Ну, сердце радует. Действительно, очень отличный, интересный праздник получается, проходит. Я был здесь на открытии этого парка и смотрю, как он растет, процветает. И я надеюсь, что этот праздник будет традиционным, ежегодным. И он будет проходить в этом парке. И через много-много лет мы с вами здесь увидим прекрасные цветущие деревья. И наши дети станут уже взрослыми и тоже будут приходить в этот парк гулять, отдыхать. Что смысл праздника? Смысл праздника, да, объединить людей этого микрорайона, чтобы все-таки стали мы еще дружнее детям показать, как мы умеем развлекаться. Показать, что все-таки вот мы сплоченный коллектив. Мы можем все из разных частей собраться и устроить такое классное мероприятие. По традиции состоялась торжественная церемония награждения. За добросовестный труд в сфере ЖКХ были награждены благодарственными письмами работники ООО «Восточный». В завершение праздника почетные гости осмотрели парк коммунальников, который продолжает облагораживаться и развиваться. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова